Ничего себе. Добрый вечер, уважаемые посетители сайта goodgame.ru. Это интервью будет интересным, поэтому перед тем, как его сразу же выключать, я хочу сказать ключевую информацию, которую вы запомните и будете вспоминать через пару-тройку лет, а может быть даже рассказывать детям. Сегодня тот день, я сам расскажу. Да, пожалуйста. Отлично. Сегодня тот день, когда был проведен эксперимент и проведен весьма успешно. В попытке показать казуальной аудитории специфичный контент. То есть, когда киберспорт впервые оказался сразу в двух социальных сетях, и его вместо тысяч, десяти тысяч людей смотрело, скорее всего, под сотню одновременно, как минимум. И это без каких-либо изменений в плане контента внутри. То есть, тот же самый продакшн, те же самые команды. Просто сегодня произошла такая небольшая революция, когда стримы появились в соцсетях. А рядом с нами находится немножко уставший Никита Бакарев, который в киберспорте, наверное, даже... Ну, некоторые из вас моложе, чем его история в киберспорте. Не первый раз, если не знаете, кто такой, посмотрите видеозаписи. Никита, как дела? Какое долгое вступление, Миша. Я очень люблю слушать твою речь. Ты всегда очень обстоятельные и умные вещи говоришь, поэтому я, знаешь, прям внимаю. Друзья, всем привет. Привет, Good Game. Действительно, буквально вот недавно закончился финал Warface Open Cup осень. И я, да, немного уставший, но все равно с радостью дам вам интервью и отвечу на все вопросы просто действительно с большим удовольствием. Так что давай, наверное, задавай их. А как дела? Ну, как дела? Каждый раз, подготавливая турнир, мы действительно вкладываем огромное количество сил. Много недель команда проекта работает без выходных. Есть огромное количество задач по проекту, и не только поэтому. И это действительно наша такая дань уважения игрокам. Мы готовы ради них вкладывать силы и жертвовать чем-то. И благодарностью от них всегда является вот этот финал, финал Warface Open Cup. И, конечно, он сегодня прошел просто бриллиантово вообще. Мы в восторге. Мы считаем, что это наш самый лучший финал, который мы делали за 7 сезонов. Ну и, конечно, дела мои от этого, несмотря на усталость, просто прекрасны. Что ключевое отличало этот финал от предыдущих? Ну, кроме, собственно, трансляции в социальной сети. Сложно сказать. Каждый финал... Подсказываешь? Каждый финал по-своему уникален. Вот вы были с Женей уже на многих наших мероприятиях. И я думаю, все равно вы какую-то разницу видите между ивентами. И в каждом есть какой-то свой момент интересный. Вот Миша мне подсказывает. На самом деле, наверное, самым ярким, именно действительно самым ярким и необычным таким оригинальным моментом сегодняшнего мероприятия я бы назвал то, что на сцене Warface Open Cup, один из гостей финала, один из наших игроков Warface, он не про-геймер, он приехал сюда посмотреть именно финал, он решил сделать своей девушке предложение на сцене. Причем она ничего не подозревала, она сидела в зале, он ко мне подошел, говорит, вот, есть у меня такая к тебе просьба, хочу сделать предложение своей девушке на сцене. Ну, я понимаю, что ему, конечно, сразу задал вопросы определенные, то есть я говорю, а ты там не боишься, что она, например, тебе скажет нет? И он такой мне смотрел в глаза так серьезно и сказал, нет. Я говорю, а ты не боишься, что ты сейчас выйдешь на сцену, на тебя там куча камер будет наставлено, и ты потеряешься в какой-то момент, тебе же надо и предложение сделать, еще и людей столько. Он посмотрел мне и сказал, нет. Он, может, другое в принципе не говорит по жизни. Ну, может быть, но нет, как мы увидели, потом говорит. Он же делал ей предложение, делал там какие-то хорошие вещи, сказал. Да, и действительно этот парень пошел на сцену, просто вызвал свою девушку, она не понимала, что вообще происходит, и вышла на сцену, он ей сделал предложение, она согласилась, и вот они, просто я их сейчас видел, они очень счастливы, действительно, мне кажется, это был очень яркий момент. И насколько я вообще знаю, может, Миша, поправишь меня, если я не прав, я в киберспорте вообще не припомню такого. Было. Было? Было. Хорошо, хорошо. Пара-пара таких слов. Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Я очень рад, я очень рад, что это так. Было, что игрок делал предложение, но то, чтобы левый товарищ подошел к организатору, и организатор сказал, как бы, ну, у вас тут своя атмосфера, местами камерная такая, так что можно подойти и сказать, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, но я хочу на сцену с девушкой предложение сделать. Здесь нет левых людей, я тебе так скажу. То есть это не левый человек, это игрок Warface, Алексей его зовут. Это игрок Warface, это довольно взрослый человек, я же, ну, тоже вижу, что адекватный человек, и это не просто, знаешь, так на шару там, эй, Никита, привет, можно мы тут поженимся на сцене? А, конечно. То есть нет такого разговора. Я же видел просто, что человек действительно серьезные намерения. Ну, и мне показалось просто, что это действительно позитивный момент, такой настоящий момент, учитывая, что они познакомились именно в Warface, я считаю, что мы имеем полное право быть тем местом, где этот человек сделал ей предложение. Для нас это большая честь. Логично. Ну, давай к вопросу о социальных сетях. Собственно, на этом мероприятии пять потоков в разные места, и там Ютуб, и Твич, и Гудгейм, и Одноклассники. Одноклассники. У Суниша просто встреча выпускников идет, здесь все его Одноклассники здесь сейчас сидят. Из 11-го А, как сейчас помню. И, соответственно, ВКонтакте. Собственно, есть ли у тебя первичные данные по тому, сколько людей смотрело там, 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 там? И что думаешь изначально о концепции, что вот киберспорт когда-то, который был там 10 лет назад, и стримов не было, и это была камерная тусовка такая очень клубная, закрытая для большинства, и непонятная общественности, сейчас благодаря соцсетям выходит на абсолютно новый левел. Ну, здесь происходит синергия всего, то есть дело не только в соцсетях, как ты знаешь, и я сейчас не буду углубляться в эту тему, все, вы прекрасно понимаете, что на киберспорт свое влияние оказывает вообще все. Это и технологии, это и издатели, и разработчики, и социальные сети, и видео, и летсплеи, и блогеры, и стримеры. Естественно, конечно, это все оказывает влияние на киберспорт. Что касается наших сегодняшних раскладов, то да, мы, наверное, первые на территории СНГ сегодняшний турнир, сегодняшний финал стримили аж на пять потоков. Действительно, мы по традиции нашей работаем с YouTube, Twitch и Good Game. Good Game, да. Наши, между прочим, очень уже такие партнеры, мы давно с вами уже, на самом деле, стримим к вам. Больше, наверное, ну где-то в районе года полтора, наверное. Смотрят, смотрят. Да, и это очень приятно, на самом деле. И вот это, кстати, тоже сейчас очень важный момент. И впервые в рамках осеннего сезона мы использовали также сервисы новые, которые появились только сейчас, и, на мой взгляд, делают совершенно правильное дело. Это ВКонтакте и Одноклассники. Огромное количество людей пользуется этим сервисом, и я думаю, что дать людям возможность реализовывать какие-то стримы, которые они хотят делать это правильно, и в случае ВКонтакте, и в случае Одноклассников. Ну вот, по поводу данных с трансляции, ну, у меня есть пока очень скромные, такие смешные, как бы, оценки этого, потому что мы пока не получили никаких данных ни с ВКонтакте, ни с Одноклассник. Во всем случае, я не обладаю этой информацией. Со всего остального, с Ютуба, Твича и Гудгейма, ну, в среднем нас смотрело около 20 тысяч на этих площадках. В общем, результат довольно хороший. Естественно, мы сейчас просто только что закончился буквальный ивент, и, конечно, потом мы проведем аналитическую работу, посмотрим, где и что, как было сделано, реализовано, какие фидбэки мы получаем от игроков. Но пока, скажем так, потому что мне говорили наши комьюнити-менеджеры, кто следит за тем, какая атмосфера вообще там на трансляциях, все говорят, что всем все очень понравилось, все довольны. А вот эта ситуация со свадьбой, она вообще взорвала чат, и просто, и там народ просто дико вообще, вся Россия и СНГ поздравляла этих ребят с их помолвкой. По Warface, во-первых, какие планы по игре? А, расскажи, что было за последнее время сделано? Там у вас апдейт вроде большой был, и панографический. И вот мне интересно все-таки, какая ежедневная аудитория непосредственно в игре Warface? Ну, скажем так, эти вопросы, наверное, правильнее было бы задать продюсеру. Он не сдает информацию. Не сдает такую информацию. Но я просто не смогу вам назвать какие-то точные данные, я, к сожалению, не обладаю такой информацией, а отвечая на такой вопрос, просто не хотелось бы быть голословным. Вот, и, наверное, я вам на него отвечать не буду. Я могу сказать одно, что совершенно четко видно во всем, на самом деле, что мы делаем, что Warface это действительно очень народная игра, очень популярная, и по-прежнему спустя три года мы продолжаем расти. Мы находим в проекте все новые и новые фишки, стараемся интегрировать в игру всевозможные и режимы, и сеттинги новые. И видим, что нашим игрокам это действительно интересно, им это нравится. Огромный в это вклад, конечно, студии Crytek. Вообще им отдельный респект, и для нас большая честь и большая радость работать с такими профессионалами, как они. Ну и мы, соответственно, тоже стараемся со всем справляться. Что касается нововведений, которые были в игре, ну, не так давно в игре появился зомби-сеттинг. Это тоже новый режим, который игроки ждали довольно сильно. Это, ну, совсем другой Warface. Это тоже PvE, грубо говоря, миссия, в которой нужно уже там отбивнуть. Ну, ты знаешь, это же на самом деле в шутерах очень популярный сеттинг. Ну, как вот, ну, в популярных тайтлах, на самом деле, это можно встретить. То есть немножечко меняется, ну, такая динамика боя, да, и сама суть его. В общем, довольно интересно. Ну, а что касается турнирной составляющей, я бы выделил то, что серия Warface Open Cup увековечена в игре Warface, поскольку недавно в игре появилась маска турнирная, на которой прямо написано Warface Open Cup. Благодарим компанию Crytek. Нам действительно приятно это, потому что, ну, это говорит о том, что явно наша турнирная серия вписана в историю игры. И я думаю, что в будущем всевозможные такие разные интересные штуки, связанные с турниром, в игре обязательно будут появляться. Ну, а так, Warface просто в ежедневном режиме стараются стать лучше во всем. Ребята работают у команды просто потрясающе. У проекта просто потрясающая команда. Извините, просто подустал, честно говоря, весь день сегодня говорил. Вот. И ребята искренне любят то, что делают. Это абсолютная правда. И я просто работаю с этими людьми, и их можно видеть здесь, также на финале. Это реально искреннее отношение к нашим игрокам. Мы к этому относимся очень внимательно. Знаешь, мне вот тут Лена Урусова с Virtus.pro сказала, что у вас вообще уникальная здесь ситуация, что вы действительно очень внимательно ко всему относитесь. У вас действительно очень позитивная атмосфера и обстановка. Ну, и как-то игроки вообще в целом уважительно и культурно вообще себя ведут. И, в общем, спасибо большое за это всем. И я надеюсь, что мы вот именно в этом ключе продолжим и дальше двигаться. В следующем сезоне будет ландфинал? Ну, скажем так, нет никаких причин ему не быть. Вот. Я просто не хотел бы говорить на эту тему до релиза, до анонса мероприятия, потому что еще многое предстоит сделать. В любом случае, финалы соревнований пройдут зимнего сезона, наверное, ближе к февралю. И есть всевозможные разные задумки, в каком виде это лучше сделать. Я такой дам... Нет, не буду я ничего давать. В общем, ребята, мы двигаемся в этом направлении. И турнирное направление растет. Растет статистика участников. Кстати, вот есть интересная для тебя такая цифра. Мы тут недавно рекорд показали. У нас есть такой турнир Warface Fast Cup. Он не имеет отношения к хронологии Open Cup. То есть ни челлендж-кап, ни стыковые матчи, ни Лига Мастерс. Это вообще отдельный турнир, на котором нельзя играть прогеймерам. То есть нельзя играть представителям Лиги Мастерс. Слушай, слушай, да, слушай. Турнир проходит в одни выходные, в два дня. И там довольно много призовых мест, но все эти призы – это внутриигровая валюта. Вот недавно мы показали результат 1876 команд. Зарегистрировалось на турнир. Причем мы же используем специальную турнирную платформу, которую мы сделали по WP Mail.ru. И это не просто, знаешь, там игроки на форуме написали список там. Нет, это четко собранная команда с четко собранными игроками, с историей всех выступлений, результатов и вообще всем-всем. Ну, то есть мы стараемся все эти вещи… 1800 команд или участников? 1876 команд. В команде от 5 до 7 человек. В общем, это совершенно космический результат. Им действительно можно гордиться. И это явно говорит о том, что это число растет, значит, людям нравится, значит, люди хотят в этом принимать участие. И для нас это, опять же, самая лучшая благодарность от сообщества. Ну и последний вопрос, когда Warface станет международным турниром. Только дату, пожалуйста, конкретную. Миша, ты провокатор. В общем, друзья, я бы, честное слово, с удовольствием сейчас взял бы и назвал бы вам эту дату, но я не могу этого сделать. Я могу лишь сказать, что я бы очень хотел, чтобы, ну, как можно там, как возможно, быстрее мы пришли к этому, потому что наши игроки, игроки на территории СНГ, уже однозначно готовы рвать и метать, и, конечно, они хотят в мир, они хотят сражаться на полях сражений Warface, и хотят, конечно, защищать и честь СНГ во всем в этом. Наши команды в большинстве своем включают в себя игроков из всех стран СНГ, то есть у нас практически нету вот там чисто там украинской команды, или чисто белорусской, или чисто русской, то есть в основном это все очень сильно перемешивается между собой. Украинцы, белорусы, русские, казахи и прочие-прочие страны все собираются вместе и играют. Я думаю, что в случае с Warface как раз, если наступит такой момент, то защищать уже будут как раз честь СНГ. Для меня это вообще очень ценно, я родился в Советском Союзе и воспринимаю нас всех как очень близких людей, и надеюсь, что да, мы когда-нибудь к этому придем. Очень надеюсь, я с своей стороны просто сделаю для этого все возможное. Ну и напоследок слова тем, кто, собственно, играет в Warface, и тем, кто еще или уже нет. Ну, у нас такое интервью, мы обсудили разные темы, я бы хотел поздравить команду Arena Stars с победой на сегодняшнем соревновании, действительно мощнейшие были игры, был мощнейший финал против Team Empire. Ты-то да, согласен, да, ты в этот момент снимал какое-то интервью. Ну, в общем, друзья, если вы любите шутеры, я, конечно, могу вам порекомендовать посмотреть. Записи доступны все у нас на канале, на Warface, на YouTube, можно найти. Действительно сильное было противостояние, особенно вторая карта, овертаймы и все дела. Поздравляю Arena Stars, большая для них победа. Хочу поблагодарить всех, кто приехал на финал к нам сегодня, всех наших гостей. Здесь действительно царит очень крутая атмосфера, добрая, позитивная, люди знакомятся, общаются. Мне вот это вот прям очень нравится у нас на финалах, то, что у нас прям вот хорошо. То, что приходит огромное количество людей и говорит какие-то добрые, искренние слова. Потому что я действительно круто провел день, спасибо вам большое. И этого прям очень много. Вот, и я тоже очень благодарен людям за то, что они так чувствуют и тоже вносят свой вклад в это. Ну и всем, кто смотрел трансляцию, конечно, тоже большое спасибо. Если кто-то на Good Game, ну, мы во всяком случае стримим регулярно на Good Game. У нас есть WCS Studio Stream, который тоже на Good Game очень часто идет. Друзья, конечно, игры бывают разные, но если вы нашли что-то интересное в наших трансляциях, мы будем только рады. Да что, всего вам доброго, что я могу пожелать. Играйте во что хотите, живите как хотите, просто оставайтесь людьми и творите какие-то хорошие вещи, пожалуйста. Класс. Класс. Субтитры сделаем.